Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю цикл рассказов о происхождении человека на планете Земля. Я продолжу начатый мной в прошлом ролике отрывок из книги Николая Левашова «Последнее обращение к человечеству». Корабль. Ноль перехода. В Большом Космосе существуют миллиарды вселенных, которые создают различного масштаба и состава пространственные замкнутые системы. В этих системах миллиарды и миллиарды цивилизаций, которые создают свои объединения. Высокоразвитые цивилизации передвигаются в пространстве на кораблях ноль перехода, которые сворачивают и разворачивают пространство по заданной программе. Эти корабли в последнее время довольно часто стали появляться в пределах Солнечной системы и на Земле. Они позволяют перемещаться на огромные расстояния, немыслимые для землян. Но тем не менее, дальность перемещения и у них имеет свой предел. Этот предел диктуется характеристиками материалов, из которых создаются корабли, и пределами возможностей операторов. Управляется такой корабль пси-полями, которые создаются пилотами корабля ноль перехода. Чем дальше расстояние перемещения, тем большая мощность пси-поля необходима для этого. Один пилот такой мощности создать не может, поэтому требуется несколько пилотов, которые должны работать абсолютно синхронно. И каждый должен дать свою часть мощности пси-поля, нужного для перемещения. Если что-то разлаживается в этой работе, корабль ноль перехода может не выйти из параллельной Вселенной и не материализоваться в нужной точке, что приводит к аннигеляционному взрыву корабля. К сожалению, и то, и другое имеют пределы. Это тормозит развитие всех цивилизаций в космосе. Иерархи Большого Объединения Белых Цивилизаций решили попытаться найти выход из этого тупика. И этим выходом было создание нового разумного существа. Любая техника имеет свой потолок. Поэтому было решено искусственно создать новое разумное существо путем слияния качеств разных, но генетически совместимых цивилизаций. Несколько планет 9, как утверждает Левашов, подготовили для эксперимента. Надо отметить, что это были выбраны планеты, которые по тем или иным причинам находились на грани гибели. Одна из таких планет – планета Земля. Искусственно ускоряя и управляя развитием жизни на планете, была создана экологическая система нужного типа. Затем вид, который занимал нужную экологическую нишу, был ослаблен с помощью генетических бомб и вымер за очень короткий срок. Освобожденная экологическая ниша была заселена примерно 30-40 тысяч лет назад гуманоидными существами, которые позже стали называть себя Homo sapiens. При этом на планету попали представители разных цивилизаций, которые были генетически совместимы и могли дать смешанное потомство, которое соединяло бы в себе качество своих родителей. Но даже при совместной генетике образовалось три группы гуманоидов разных цивилизаций, которые были близки по генетике между собой. Эти группы послужили основой для разных рас Земли – белой, желтой и черной. Каждый тип рас заселялся в те районы Земли, где климат был максимально приближенным к родному для быстрой адаптации в новых условиях. Следует отметить еще и то, что все цивилизации участвовали в этом эксперименте добровольно, все гуманоиды шли на это сознательно. Так как принципом участия в эксперименте было условие генетической совместимости и наличие разных свойств и качеств, то в эксперименте приняли участие цивилизации разных уровней развития. Для создания в одном индивидууме многих качеств и свойств необходимо интенсивное смешение генетики. И чтобы это стало возможным, всем участвующим в эксперименте закрыли мозг – это тоже выражение Левашова – и оставили активно работающими минимальное число нейронов, которое могло обеспечить лишь проблеск разума у их обладателя. Вот почему Homo sapiens имеет только 3-5% активно работающих нейронов, остальные же могут быть открыты только при эволюционном развитии человечества в целом или человека в частности. Все участвующие в эксперименте были возвращены эволюционно далеко назад, к состоянию дикости. В таких условиях образовались племена, которые нападали друг на друга, уничтожали мужчин, а женщин брали в жены или делали из них наложниц. Рождались дети с объединенными качествами. Все пришло в бурное движение – слабые племена растворялись в сильных, сильные растворялись в сильнейших и т.д. и т.п. Эволюционное колесо пришло в движение и не остановилось до сих пор. Те, кто его запустил, постоянно наблюдали за его движением и не допускали, чтобы оно остановилось или замедлилось. Вот к таким выводам пришел Николай Левашов в своих исследованиях. А что же дальше, спросите вы? Для чего было предпринимать такое искусственное кровосмешение? Давайте об этом поговорим в следующих роликах. Конечно, если вас заинтересовали умозаключения Чарльза Дарвина, Николая Левашова и многих других ученых, имен которых я не могу вспомнить, но использовал их знания и выводы в своем рассказе. Подписывайтесь на мой канал. Здесь не скучно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok